Приветствую дорогие друзья! В 1983 году об американской девочке Самантии Смит знали во всем мире. Ее называли самым юным миротворцем. Она написала письмо Юрию Андропову и приехала вместе с семьей в СССР. Многие считают это событие началом потепления отношения двух великих государств. Осенью 1982 года девочка прошла в журнале о том, что к власти в СССР пришел Юрий Андропов. Автор статьи говорил, что это событие может стать началом ядерной войны между США и СССР. Тогда девочка задала маме вопрос о том, почему все так боятся Андропова. Ведь можно попросту спросить, собирается ли он начинать войну. В ответ мама Саматы в шутку посоветовала дочке самой задать этот вопрос Андропову. Но девочка восприняла это серьезно и написала генсеку письмо. В нем она поздравила его с новой должностью, а также спросила, не собирается ли он начинать войну и завоевывать весь мир. Письмо девочке было опубликовано в газете «Правда» в 1983 году, но ответа на него Саманта так и не получила. Тогда девочка написала еще одно письмо в посольство СССР в США, где спросила, собирается ли Андропов ей отвечать. 26 апреля 1983 года девочка получила ответ. Андропов писал, что Советский Союз вовсе не собирается воевать, что все советские граждане хотят мира во всем мире, а также напомнил девочке, что во время Второй мировой войны их страны были союзниками. Также Юрий Владимирович пригласил девочку летом погостить в СССР. После этого девочка стала чрезвычайно популярной. Вот, к примеру, ее интервью для одного из американских каналов. У тебя еще тот друг по переписке? Что он тебе написал? Ну, он сказал, что я похож на Бекки Тэтчер, героиню из книги Томас Сойера. Почему? Наверное, потому что он сказал, что я смелая. В июле 1983 года Саманта с родителями прибыла в СССР, где они провели две недели. За это время семья побывала в Москве, Ленинграде и Артеке. Встреча с Андроповым так и не состоялась, потому что он к тому времени заболел, но они разговаривали по телефону. Перед отъездом девочка произнесла, будем жить. Интересно, что к приезду Саманты в Артеке достроили столовую, а девочке выделили лучшую комнату. Также сверстники подарили ей пионерскую форму, которая Саманте понравилась, и она забрала ее с собой. Девочка жила по такому же расписанию, как и все остальные пионеры. Позже в своей книге «Путешествия в СССР» Саманта написала «Они такие же, как и мы». Кстати, в 1986 году с ответным визитом в США полетела советская школьница Катя Лычева, но было это уже после гибели Саманты. Саманту часто приглашали для участия в различных шоу и сериалах. Одно из таких путешествий и стало роковым. В катастрофе никто не смог выжить. Погибли два пилота и шесть пассажиров, среди которых были Саманта Смит и ее отец Артур. По поводу этой катастрофы ходили разные споры. Выдвигались версии о том, что авария была подстроена то ли советскими, то ли американскими спецслужбами. Якобы девочка росла и умнела. При этом она нарушала уверенность в том, что СССР это враг для всего мира, и закрыть ей рот не удавалось. Тщательное расследование катастрофы показало, что причиной аварии стала ошибка пилота, который в сложных погодных условиях промахнулся мимо посадочной полосы. В заключении этого видео предлагаю вам посмотреть сюжет о Саманте на советском телевидении. Он весьма интересен, хотя бы тем, что журналисты не упустили возможность делать выпады в сторону своих американских коллег. Так корреспондент телекомпании NBC, узнав, что Саманту покажет по советскому телевидению, заявил, что ее, мол, используют в целях московской пропаганды. Ну что ж, пусть этот выпад останется на совести тех, кто отравляет умы американцев. В любом случае, поступок Саманты Смит надолго останется в памяти. Именно благодаря ей появился термин «детская дипломатия». А главное в этом всем, что девочка просто хотела мира.